Всем привет! Друзья, прошу любить и жаловать. Роман Малыш. Здесь тебе надо всё проверять, брат. Мы находимся на войне, понимаешь? Нам против вас стоит дьявол. Роман очень интересный и необычный человек. И на днях у меня должна была состояться с ним беседа по скайпу. Но, к сожалению, вышла неувязочка. Роману его братья и сёстры не дали камеру. Вот за это видео. И теперь, видимо, камерой разрешили пользоваться Виктору. Так что вы уж извините, Роман, но придётся пока что подискутировать без вас. Ты не улыбайся, ты улыбаешься как-то, как эти секнанты, шутники они. Роман Малыш. 39-летний мужчина, проживающий в посёлке Потеряевка в общине Игнатия Лапкина. В последние три года Роман свято верит в то, что земля плоская. И это ещё не всё. Роман верит вот во что. Земля плоская, держится она на четырёх столпах, сверху землю покрывает купол, а над куполом вода. Вот теперь можете по полной программе обалдевать. Земля наша плоская, покрыта куполом, над куполом вода. Попахивает, кстати, каким-то язычеством, что ли. Кстати говоря, вдогонку ко всему этому идёт теория заговора, тайное чипирование людей, обман народа при помощи голограмм и, по-моему, даже что-то есть про рептилоидов. Просто я так вижу. И всё вот это вот сводится к священному писанию, в котором Роман находит и подтверждение всему этому, и ещё какие-то пророчества. Ну, Роман, ну, браво, просто браво. Я вот такую смесь слышу впервые. Это своего рода какой-то ноу-хау. Всё это Господь открывает. Однако давайте перейдём к доказательствам. Раз есть какие-то утверждения, должны быть доказательства. И у Романа действительно они есть. Во всяком случае, ему так кажется. Я что, я что, виноват, что я вижу, что делал ложь, а где правда? Доказательства Романа делятся на две группы. Я начну со второй, с наименее важной. Как ни банально это звучит, но вторая группа доказательств – это ролики из интернета. Роман в личных сообщениях накидал мне очень много разных ссылок, в которых люди пытаются доказать, что Земля действительно плоская. Я не буду приводить их в пример, потому что доказательства эти весьма сомнительны. Они выполнены очень плохо, если рассматривать их в виде каких-то аргументов. Ну и более того, некоторые из них достаточно грубые. Из серии «Если вы такой дурак и не верите, что Земля плоская», ну, что с вами разговаривать? Идите вы тогда к чёртовой матери. Ходит дурачок по лесу, ищет дурачок глупее себя. Единственное, что у меня возникает один вопрос к этим людям, которые снимают подобные ролики. Друзья, а вы в школе учились? Ну, есть такой предмет, как физика. Я понимаю, это было давно, может быть, вы его забыли, но, может быть, перед тем, как снимать такие ролики, и вам бы повторить физику класса, этак, седьмого где-то, и тогда всё встанет на свои места? Четырём прибавить два, по слогам читать слова, учат вскоре, учат вскоре, учат вскоре. Поэтому давайте сразу перейдём к первой группе доказательств, на которые ссылается роман. Это священное писание, то есть Библия. Для верующего это, можно сказать, это позор, верить вот этим наукам, которые там такую бредятину говорят, что она вообще не укладывается, и она никак нигде не подтверждена в Библии, нет этого. В принципе, я бы мог сразу на корню эти доказательства все зарубить. Я бы спросил, Роман, а может быть, Библию, священное писание писали люди, причём разные, причём писали более двух тысяч лет назад? И, может быть, они и вправду полагали, что Земля плоская, и поэтому свои мысли выражали вот именно таким образом? Но, понимая, что Роман, малыш, православный человек, не зря он живёт в общине Игнатия Вапкина, Я знаю, что он ответит. Он скажет, нет, Артур, Библию писал Господь Бог, и слова эти истинны. Если написано в Библии так, значит, так оно и есть. Плевать на науку, на физику, на химию, на биологию, на физиологию. Если написано плоское, значит, плоское. Ну, действительно, трезвые мысли. Ну, хорошо, я принимаю правила игры, усложню себе задачу. Давайте представим, что всё, что написано в Священном Писании, это истина в последней инстанции, и она не обсуждается. Тогда перейдём непосредственно к цитатам. С этой информацией я столкнулся три года назад. Первая группа цитат. Роман утверждает, что эти цитаты свидетельствуют о том, что у Земли есть край, а потому она плоская, ведь у шара край быть не может. Цитаты. И ещё несколько подобных цитат. Не кажется ли вам, друзья, что речь здесь идёт не о географических положениях, а что эти цитаты носят образный характер? Вот, например, есть такая фраза, которую один любящий человек может сказать другому. С тобой хоть на край света. Хотя, если Роман кому-то скажет эту фразу, может быть, он и в прямом смысле слова будет иметь в виду, что он пойдёт на край света, сядет и свесит ноги. Но, в общем и целом, эта фраза означает с тобой куда угодно. Есть ещё фраза подобная. Например, я тебя из-под земли достану. Но вряд ли человек, который произносит эту фразу, подразумевает, что однажды он начнёт копать, и там окажется оппонент, которому он эту фразу говорит. Эта фраза означает не надо от меня скрываться, у тебя не получится, я тебя всё равно везде найду. Так вот, цитаты, которые приводит Роман, они, собственно, означают всеобъемлищие. Они означают, что Господь Бог везде, что Он повсюду, что Он всевластен. Как бы... Следующая группа цитат с точки зрения Романа свидетельствует о том, что земля держится на четырёх столпах. Он приводит вот такие цитаты. Когда давал море устал, чтобы воды не переступали пределов его, когда полагал основание земли. И основание земли потрясутся. Иеремия 31, 37. Небо может быть измерено вверху, и основание земли исследовано внизу. Вот эта вот фраза, основа земли, основа земли, что-то она напоминает. Вот прям что-то... А-а-а! Так, может быть, эта фраза напоминает мне о ядре земли, а не о столпах. О ядре, которое, в общем-то, признают учёные, и никто не отрицает, что оно существует. Именно оно создаёт огромное магнитное поле, защищающее нас от солнечного излучения. Однако, с точки зрения романа, всё совершенно не так. Итак, земля плоская, четыре столпа. И как говорит роман, землетрясение происходит именно тогда, когда Господь Бог берёт за эти столпы и начинает раскачивать их. У меня тогда возникает вопрос, а ведь землетрясение не на всей земле происходит, а происходит в областях, причём может даже происходить в одной стране, конкретно в какой-то местности. Что это значит? Логически. Получается, что земля плоская, но не четыре столпа, а много-много-много столпов. И вот Господь Бог, если решает устроить землетрясение, и, например, Он решает устроить одновременно здесь, здесь и здесь, то Он вот так вот берёт и начинает играть вот на этих столпах. И вот Он как струну дёргает, да, и происходит землетрясение. Ну, так что ли получается? Ну и, наконец, третья группа цитат. Это цитаты, которые с точки зрения романа свидетельствуют о том, что над землёй есть купол, то есть твердь. Вот такие вот цитаты. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И сказал Бог, да соберётся вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так. Ну, тут я проигрываю. Тут я не знаю, что сказать. Потому что, если мы условились, что священное писание – это истина в последней инстанции, то надо бы, наверное, проверить. Но вы можете спросить, ну как же, ракеты же летают, спутники летают над землёй, они же этот купол как-то пробивают. А нет. Нет. Роман утверждает, что это голографический обман. Кстати, есть очень интересное объяснение, каким образом на земле произошёл всемирный потоп. Все же знают, что такое всемирный потоп. Это вот эта история про Ноя, про ковчег и так далее. Каждой твари по паре. Так вот, как же произошёл великий потоп? Вспоминаем модель земли в понимании романа. Плоская земля, купол, и над куполом вода. И вот Господь Бог, когда решил наказать людей, он вот подумал устроить потоп. Поэтому он взял нечто вроде пробки, как ванной, из купола, достал её, и вода хлынула вниз. И потом, когда Господь Бог понял, что в принципе достаточно, земля уже затоплена, он взял пробку и обратно заткнул. И всё, земля оказалась затоплена. Единственное, у меня опять же возникает вопрос, а как он эту землю потом спустил? Ну, потому что, если Роман отрицает всяких физических процессов, испарения и так далее, и над землёй купол находится, то вода не может испариться. Ответа нету. Но, в принципе, я готов додумать. Те, у кого есть информация ещё дополнительная, я буду рад. Я думаю, что под землёй тоже есть пробка, как в ванной, такая же, как и наверху, на купле. И когда Господь Бог понял, что достаточно, он пробку вытащил, слил эту воду и заткнул. И, собственно, всё пришло на круги своя. Вот как-то так получается. Друзья, я надеюсь, вы понимаете, что вся эта теория, она просто трещит по швам. И очень поразительно, очень странно, когда люди движутся не к прогрессу, а к регрессу. И ещё более странно, когда люди через интернет, через YouTube выкладывают ролики, в которых они отрицают наличие спутников, через которые они, в свою очередь, пользуются интернетом. И они отрицают, в том числе, закон гравитации. В том числе, по которому работает этот самый спутник. Давайте, друзья, всё-таки отличать сказки от реальности. Действительно, есть разные теории. Теории заговора, теории, что Земля плоская, точнее, это не теории, это такие, ну, мифические истории. Их действительно, интересно слушать. Но ни в коем случае нельзя смешивать мифы и сказки с реальностью и с наукой. Одну простую сказку, а может и не сказку, а может не простую, хотим вам рассказать. В заключение, хотел бы сказать, братья и сёстры романа малыша. Пожалуйста, отдайте ему камеру, ну, хоть на время, пусть он ей чуть-чуть попользуется, потому что вот эта теория о том, что Земля плоская, ну, она никому не навредит на самом деле. И никакой опасности в этом нет. Нахранит вас Господь. И непосредственно, хотел бы сказать Роману. Роман, ни в коем случае на меня не обижайтесь. В этом видео я никак не хотел вас обидеть или затронуть. Но всё же, слова это слова. Но когда мы начинаем конкретизировать, то сами видите, что происходит. Происходит полная абсурд. Поэтому вы не просто говорите, а вы представляете себе картину, обыгрываете её. И если вы видите, что получается какая-то несуразица, то, наверное, в вашей теории что-то не так. Я согласен меняться к лучшему. Я не говорю, что я совершенен. На этом я с вами прощаюсь. Друзья, кто не поставит мне лайк или не подпишется на канал, тот верит в то, что Земля плоская. Понятно? Всем спасибо за внимание. До свидания. Отрезляйтесь.